Привет. Привет. Мы в Краснодаре у двукратного чемпиона России по лотарту Ивана Гаврилова. Человек, у которого еще помимо этого много разных наград, все вот не поместились у него за спиной. Мы снимали онлайн-курс по лотарту и в процессе съемок решили, что важно осветить тему лотар дома без кофемашины. Либо плохой кофемашины, который не может нормально взбивать. Да, почему нам кажется это важно? Потому что у большинства людей есть возможность дома приготовить кофейную доминанту, так сказать, эспрессо. Либо за счет капсульной кофемашины, либо за счет какой-то рожковой, такой простенькой кофемашины. Но нет возможности сделать хорошее молоко для капучино, да? И сегодня мы покажем, как это сделать с помощью френч-пресса. В этом способе более пышное молоко получается. 40% бариста по России хуже взбивают. В кофемашине. Тюльпанчик. Маэстро. Если в кофейниках вам такой тюльпан выносят, обычные люди аплодируют всегда. Что это за штука, Вань? Капучинатор. Вот сколько получилось сделать. Вот это сердце. Всем бы такие булки. У нас тут есть уже эспрессо. То есть представим, что у вас она тоже есть. Кстати, если у вас нет кофемашины и вам было бы интересно, чтобы мы в дальнейшем сняли ролик, как приготовить капучино дома и эспрессо в том числе, напишите в комментариях. А сейчас будем делать капучино на уже готовом эспрессо, который мы приготовили на кофемашине за кадром. Вань, что делаем с френч-прессом? Как нам сделать хорошее молоко для капучино? Итак, тут на самом деле ничего сложного. На кофемашине взбить куда сложнее, чем во френч-прессе, но также есть нюансы. Так, что я сейчас сделаю? У меня здесь просто нагретое молоко. Вы можете его разогреть в микроволновке или где-то, но только не в железном питчере. А если у вас френч-пресс, кстати, без металла, то можно греть прямо в нем. Налили, поставили в микроволновку. Тут как раз плюс только стеклянных большой. То есть мы греем молоко? Просто теплое молоко, переливаем. Вот, все. Как видите, оно еще не вспененное. Просто горячее молоко. Вот. Дальше френч-прессом просто накрываем и делаем движение, чтобы поршень, поршень, да, он проходил как бы сквозь. И вот если сделать это сейчас плавно, видите, ничего не происходит. Но если это сделать сильно, видите, пузырики. Если сделать, и по сути мы просто чуть-чуть выходя, то есть первая фаза мы проходим с воздуха в молоко, с воздуха в молоко. Вторая фаза, гуляем просто в молоке, чтобы перемешать пену с молоком. Вот. И давайте, видите, уже поднимается объем. То есть уже. Все. Смотрите, я сделал определенное количество пены. Если я не люблю прям пышный, мне этого достаточно. И я начну гулять. Вот не выхожу до конца и раз, как бы не выходя, не делая новый. А сейчас просто перемешиваю пену с молоком. Давайте. Чуть побольше сделаю все-таки пеной. Вот. И теперь ее попытаюсь перемешать. То есть получается, ты сперва вынимаешь поршень, а сейчас ты не вынимаешь из молока и перемешиваешь. И поднимаем, убираем. Дальше. Получилось немножко пышноватое. На самом деле можно рисовать из френч-пресса, но здесь не очень удачный носик. И если у вас уже есть питчер, в данном случае тот, в котором я грел, может подойти, я сейчас просто перелью обратно. И уже спокойно могу здесь заглянцевать немножко, отстучать чуть-чуть пузырей. Все-таки в этом способе более пышное молоко получается. Хороший результат. 40% бариста по России хуже сбивают в кофемашине. Вы хотите научиться рисовать на кофе? Если да, то эти 30 секунд будут для вас очень полезны. Меня зовут Иван Гаврилов, и я двукратный чемпион России по латте-арту. Дело в том, что на платформе Place Coffee я записал онлайн-курс по латте-арту, пройдя который, вы научитесь рисовать три базовых рисунка – сердце, тюльпан и розету. Причем неважно, кто вы – домашний бариста или профессиональный кофевар. Все подробности курса по этой ссылке. Если вам интересно, то переходите и вступайте в клуб латте-арщиков. Итак, хорошо-хорошо размешиваем. И мы раз-раз, то есть тут надо научиться размешивать. И нарисуем сейчас тюльпанчик. Маэстро. И последний, пожадничать. Ну вот. Да. Кто-то спросит, где подмена была. Но подмены не было. Очень реально. Человек сбил во френч-пайп-аррессе, нарисовал отличный тюльпан. Если в кофейник вам такой тюльпан выносят, обычные люди аплодируют сюда на посадке. Так, что это за штука, Вань? Что это за штука? Я ее как-то заказал на алиэкспрессе. И это был, типа, взбиватель молока. Кабучинатор. Вы знаете, как вводить в поиски, когда ищете нужную вещь на алиэкспрессе. Итак, это по сути такой полупрофессиональный капучинатор, то есть это вариация френч-пресса, которая лучше всего подходит для взбивания. У нее есть ряд преимуществ. Первое, у классического френч-пресса меньше, так сказать, пустоты, то есть там чаще больше металла и меньше воздуха проходит. Здесь больше сеточка и она лучше. Второе, здесь целых две сеточки, то есть за одно движение мы как будто можем в два раза больше пузырей сделать. Также из плюсов, это то, что она вот здесь достаточно герметичная. То есть я налью, закрою и я прям смогу делать достаточно сильно. Единственное, что возможно тоже нужно для латте-арта, чем отличие, что у френч-пресса плотная сетка, здесь она немножко гуляет, немножко. То есть кофе заварить в нем, наверное, будет с частичками, а вот для молока как раз оказалось удачнее. То есть сейчас я просто наливаю сюда молоко. Горячее, да? Да, половинку. Да нет, в принципе, налью все. Вот. И накрываю, накрываю, хорошенько прижимаю и прямо вот отсюда может чуть-чуть пойти пена, но вот с боков нет и я прямо могу делать резко. То есть из-за того, что я придавливаю, оно более-менее герметично, я могу это сделать достаточно резко. Вот, начало молоко подыматься уже. Чуть-чуть погулял вверх-вниз. И убираем нашу крышку. Вот сколько получилось сделать. Раз. Ну, кстати, да, смотри, вообще глянец, да, без пузырей практически. Вот, офигенная прям. Вот, китайцы молодцы. Итак, смотрите, тут, в принципе, видна текстура, очень хорошая. Так, розету говоришь? Да. Я как-то сказал, что с френч-пресса розеттой не получается, но вот сейчас смотрю на это. На молоко, да? Да. И чувствую, что все получится. Так, хорошенько размешиваем, жиденько-жиденько. И оп, так. Тоже немножко пышноватая, но получится. Вот. Такая. Вот, но она, правда, густая все равно. Но, смотрите, еще меня смутило. Она выглядела глянцем. И казалось, что ее мало пены, да, казалось. Но по факту, на самом деле, пены здесь, какое количество этой пены прям, вот. И она такая вот еще по консистенции, всегда видно, какая она может быть эластичной. То есть это реально хорошая пена. То есть не в каждой кофейне, не говоря уже, кофемашина домашняя может приготовить такую пену. Даже в кофейне не всегда вы получите вот такую вот, видите? Что я сейчас показываю? Эластичность. Ну, выглядит так, как будто бы хочется выпить. Розыгрыш. В этом видео мы разыграем две банки кофе. Это будет Кенни и Колумбия из линейки под молоко. Условия, как всегда, определенно простые. Это лайк, подписка на канал и любой комментарий к этому ролику. Желательно с содержанием про что-то, что-то про лотер. Напишите, что у вас получается, любимый рисунок или наоборот, что не получается. Мы вам ответим в комментарии, как вам исправить ситуацию. А если вы не хотите принимать участие в розыгрыше, то помните, наш кофе можно купить на маркетплейсах, Озон, Валберес или в нашем тренд-магазине. Все ссылки в описании. А мы начинаем рисовать сердце. Итак, воспользуемся нашим френч-прессом, специальным для молока. Итак, наливаю сюда уже теплое молоко, но не вспененное, просто горячее молоко. Есть. Теперь накрываем. Здесь преимущество, что можно прижать, и тогда оно не выльется с краев. И мы можем быстро-быстро-быстро. Здесь классно, что я могу резко это делать, без шанса, что, знаете, во френч-прессе может вылиться. А из-за того, что там где-то через что-то вы должны лилить, есть отверстие. Здесь можно это делать резко-быстро. Нет носика, да? Да, нет носика. Вот, я немножко вижу, что пена поднялась, когда она выходит. Вот. Дальше поднимаю. Вот. У нас пустой питчер. Здесь только остатки на краев молока. Видите, какая получается текстура. Да, хорошая. И мы просто переливаем для того, чтобы лучше получился рисунок. И наш эспрессо, который может быть с капсульной кофемашины, с гейзерной кофемашины. Главное, получить концентрированный кофе, чтобы его было немного. И попытаемся сделать сердце. Вот. Раз. Я уже помню с курса, значит, прикапывание, размешивание чашкой, размешивание питчером. И выкладывание рисунка. О-о-о-о, вот это сердце. Судья чемпионата лотарта, оцене это сердце. Всем бы такие булки. Вот сердце, друзья. Получается, что дома с помощью френч-пресса можно сделать такое молоко и рисовать такие классные рисунки. Вот. А если вы хотите потянуть свой лотарт, то самое время пригласить людей на твой онлайн-курс по лотарту, который находится на платформе PlaceCoffee, вот. Продя которой каждый сможет рисовать сердце, тюльпана, розетту. С чего угодно, во что угодно, когда угодно. Когда угодно. Вот такой получился ролик. Помните про розыгрыш. Вот. И увидимся скоро. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok